Всем привет, с вами Артём Бёргман и канал Язык Кино. В этом ролике я расскажу вам про такой термин, как мотивированное движение, которое является ключевым для всех типов перемещения камеры. Мотивация является словом, которое проникает во все аспекты кино. Про неё говорят режиссёры, сценаристы и актёры в контексте персонажа. Про мотивированность склеек говорят все ведущие монтажёры в каждом своём интервью. Операторы часто говорят о мотивации в контексте освещения. Но есть и мотивация движения камеры, которая, как по мне, является ключевым маркером для использования перемещения камеры. При этом в кино часто можно видеть необоснованное движение, которое из способа акцента и визуального сторителлинга превращается в обыденность, тем самым теряя свой эффект. У этого движения нет мотивации, кроме перемещения камеры из точки А в точку Б, чтобы просто скучно не было, потому что движение — это тип круто. Но если вы посмотрите на лучших представителей кинематографа, то заметите, что они не только избирательны в использовании этого приёма, но и делают это так, чтобы он не привлекал лишнее внимание. А для этого они используют мотивацию. Я выделяю четыре вида мотивации движения камеры. Это выравнивание, слежение, раскрытие и акцентирование. Теперь давайте поговорим о каждом из них и рассмотрим примеры. Начнём с самого простого, то есть с выравнивания, и рассмотрим сцену из сериала «Охотник за разумом» Дэвида Финчера. Под выравниванием понимается движение камеры или панорамы на штативе, когда камера стремится выровнять кадр, чтобы создать читаемую композицию. В этом шоте Финчер использует небольшое движение на доле, чтобы выровнять кадр относительно перемещения Холдена, с целью сделать композицию более уравновешенной и читаемой. В этом примере есть ещё одна важная деталь, которая касается любого типа мотивации. Здесь камера подхватывает движение персонажа, и таким образом её перемещение становится логичным и закономерным. Именно этот подхват движения в кадре является лучшей мотивацией для любого движения, и это то, что отличает грамотное использование этого приёма. Давайте пойдём дальше и рассмотрим пример слежения камеры из фильма «Летят журавли» Михаила Клотозова. Такой способ съёмки часто используется при перемещении актёров по сцене. Эта однокадровая сцена – великолепный пример мизансцены, построенной на мотивированном движении камеры. В этом шоте оператор Сергей Русевский на протяжении всего кадра следит за героиней. Но обратите внимание на разностороннее движение камеры и её остановки в некоторые моменты. Кстати, эти остановки связаны с тем, что оператор не успевал за актрисой, и поэтому они стали элементом блокинга исключительно из-за технических ограничений, но при этом всё это смотрится органично, что самое главное. Разное направление движения в этом кадре помогает сделать его более разноплановым и интересным, чем просто следование за актёром всё время. Изменение крупности и положение камеры относительно героини внутри шота лучшим образом показывает суть внутрикадрового монтажа, а съёмка одним дублем на широкоугольную оптику создаёт эффект присутствия у зрителя, который будто оказывается совсем рядом с Вероникой и пробирается сквозь толпу вместе с героиней. А завершается кадр эффектным подъёмом крана, который раскрывает пространство и позволяет зрителю увидеть весь масштаб. Особенно стоит отметить слежение в фильме «Бёрдман» Алекандро Ньявиту. Здесь режиссёры-операторы Мануэ Любецки гениально решили, пожалуй, главную сложность в создании съёмки фильма «Иллюзии одного кадра», которая заключается в склейке сцен. В фильме кинематографисты показывают невероятный уровень продумывания блокинга до самых мелочей. Вот весьма традиционное решение для фильма. Джейк выходит из гримёрки, и камера подхватывает его движение, что становится мотивацией для её перемещения. А затем герой приводит нас на сцену, где камера цепляется за нового персонажа Майка. Кстати, здесь вы можете видеть склейку, где камера на момент теряет из виду Джейка. В этом примере персонаж становится некоторым мостиком между сценами, и он, по сути, выступает некоторым эквивалентным монтажной склейке. При этом такое решение не тормозит повествование и не выглядит слишком постановочным, ибо имеет в себе мотивацию для движения и дальнейшего переключения на события уже следующей сцены. Гениальность Любецкий и Ньяриту в том, что все подобные швы между сценами не просто отлично спланированы, но и сделаны таким образом, чтобы не терять динамику действия при переходе между сценами, и всегда имеет в себе мотивацию. Теперь давайте рассмотрим примеры с раскрытием и возьмем для этого великолепный кадр из сериала «Во все тяжкие». Когда локомотив становится достаточно близко к камере, она начинает подниматься вверх и элегантно разворачивается при этом очень близко к поезду, и эта близость создает отличный параллакс движения. Далее камера идет в противоположную сторону от движения состава, но фокусирует свое внимание на колесах поезда, а разносторонние движения крана и объекта хорошо усиливают динамику действия. И вот теперь нам открывается мотивация движения, когда камера опускается под мост и раскрывает нам героев, которые собираются обворовать этот поезд. В этом примере интересно то, что сначала кажется, будто это кадр слежения, и даже в моменте, когда кран едет к героям, он все равно старается ухватить часть поезда, чтобы движение не выпадало из контекста действия. Здесь раскрытие персонажей под мостом дает зрителю новую информацию, и движение камеры выглядит мотивированным. Хотя стоит отметить, что это очень крутой шот и довольно-таки сложно постановочный, хотя бы в силу того, что камера проходит очень близко к поезду, и она могла быть тупо им снесена. Но и сам характер движения тут довольно-таки сложный, ибо камера сначала поднимается, затем разворачивается и еще и опускается. Также стоит иметь в виду, что если дубль не получается, то нужно отгонять поезд на исходную точку, что вряд ли самое быстрое занятие. Разносторонность в движении камеры и смена ее направления делает этот шот увлекательным, а мотивация движения делает кадр способом визуального повествования. Давайте рассмотрим еще один пример раскрытия из фильма «Хороший, плохой и злой» Сержио Леоне. Здесь режиссер великолепно использует мотивированное движение камеры. Посмотрите, как камера подхватывает падение персонажа и использует его как мотивацию, чтобы раскрыть тела других героев, убитых в схватке, посредством наезда. Этот подхват помогает сделать движение камеры естественной, будто зритель делает несколько шагов вперед, чтобы посмотреть, как падает персонаж, и заодно замечает другие тела. И это пример эталонной работы режиссера с движением камеры. Теперь рассмотрим четвертый тип мотивации как способ акцента, и обратимся к сцене из сериала «Охотник за разумом». Здесь в один момент сцены начинается наезд на серийного убийцу Эда Кемпера, который признается в истинных мотивах своих преступлений. Тут мы видим откровение персонажа, и это ключевой эпизод сцены, который Финчер выделяет с помощью наезда камеры, тем самым акцентируя внимание зрителя на словах героя. При этом обратите внимание на характер движения. Оно очень медленное и тягучее, и для этого также есть своя мотивация. Слова Кемпера леденят душу, и эту холодность Финчер передает таким медленным, едва заметным наездом. Давайте рассмотрим еще один пример из фильма «Старикам», тут не место. Здесь используется наезд камеры на кране с поворотом вокруг своей оси. Вращение камеры делает наезд более акцентированным и помогает выйти на крупный план Чекура – фаз. Фронтальный кадр – это самый эмоциональный способ показать героя на экране, а этот шот впервые раскрывает лицо героя Хавьера Бардема, которое ранее не было заявлено в фильме. Здесь наезд является способом заявки персонажа и помогает акцентировать внимание на жестокости и бесчеловечности Чекура. Сегодня я рассказал вам о мотивации движения камеры, и надеюсь, теперь вы будете уделять этому аспекту режиссуре должное внимание. Если вы хотите узнать больше о движении камеры, то на канале есть целый плейлист по этой теме, ссылка в описании и по подсказке. Если вам было полезно это видео, то ставьте ему лайк, пишите комментарии в поддержку и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Все вам большое спасибо за просмотр и до новых встреч на этом канале. Субтитры сделал DimaTorzok